Начинается моя поездка в Тулу на приборной панельке 108 тысяч 380 километров. Сейчас заедем подкачать правое заднее колесо, чтобы не было ошибки. И все. Ребята, я на месте. Первая остановка по маршруту Москва-Тула. Это усадьба Дубровицы. Пойдемте с вами зайдем внутрь. Я так давно хотела побывать здесь. На самом деле вспомнила, когда я была супер маленькая, мы ездили с родителями на свадьбу в Подольск. А это место находится рядом с Подольским. И я помню, что вот здесь проходила свадьба, церемония у родственников. Но я была, видимо, настолько маленькой. Скорее всего, мы даже не ходили к этой усадьбе, что она не осталась у меня в памяти. А сейчас, когда я сюда приехала, я ее вижу. Я испытываю такие радостные чувства. Это как будто замок Диснея. Не знаю, выглядит она просто шедеврально. Я знаю, что она охраняется. Я знаю, что она является одним из памятников культурного наследия. Поэтому я рада, что мы с вами здесь. Один из моих самых любимых мультфильмов с детства. Это мультфильм «Красавица и чудовище». И мне кажется, что вот эта церковь, она максимально похожа на тот замок, который был у чудовища. Не знаю, я прям такая счастливенькая сейчас. Прям очень все хорошо сделано, облагорожено, приятно, дорожки удобные. Есть мостики, есть прогулочная зона. Сейчас мы с вами еще зайдем внутрь. Раньше она была закрыта. Вот сейчас она открылась после реставрации. Здесь по определенному расписанию проводится служба. Но мы не можем сюда не зайти. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знала, но мне сказали, что во время службы запрещено снимать. Поэтому есть только маленький кусочек. Там такая акустика. Даже мурашки по коже бегут очень красиво. Прям хорошо, что заехала. Это правильное начало поездки. Прям, знаете, такие легкие мурашки даже бегут по телу. Тут впереди есть смотровая площадка. Дойти до нее можно по достаточно крутой лестнице. Но я знаю, что вы у меня спортсмены. А я предводитель всех спортсменов, поэтому погнали. Ну, мне кажется, здесь ступенек 30. На самом деле, если захочешь, то пройдешь, конечно. Но зато сверху всегда открываются самые красивые виды. Я даже думаю, что вы не будете со мной спорить. Вот мы и на вершине. Едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тулу-Ла, Тулу-Ла, Ту-Ту-Тулу-Ла А в голове моей замкнула Ла-Ла 11.28 С двумя небольшими остановками. Я, как мне кажется, достаточно быстро доехала до Тулы. Дороги хорошие. Где-то ведутся ремонтные работы, где-то сужение из трех полос в одну. Достаточно много камер. Те, которые висят на столбах и те, которые на обочине стоят на машинах. Но в целом прекрасно. Я счастлива, довольна. Нашла бесплатный паркинг недалеко от Кремля. Начинается небольшой дождь. Но я думаю, что летом это вообще не проблема. Поэтому я собираюсь и иду знакомиться с Тулой. Вот я и в Туле. И первая точка. Центр Тульский Кремль. Схема расположения объектов. Я думаю, что я сейчас все здесь пройду. Ну и, конечно же, вас возьму с собой. Я думаю, что здесь точно есть что посмотреть. Территория у него достаточно большая. Как обычно, перед тем, как поехать в поездку, я просматриваю различные блоги-влоги на Ютубе. Узнаю о том городе, куда я еду. Я не из тех, кто такая. Раз, приехала и на месте разберемся. Хотя в целом у меня нет сейчас никакого запланированного маршрута. Я себя сюда привезла. И дальше на месте уже буду разбираться, что куда. У меня только лишь есть примерные точки, которые хотелось бы посетить. Сейчас я гуляю по Кремлю. Он в будний день. А я приехала сюда во вторник. Достаточно свободный. Здесь максимум там, где, мне кажется, 150 человек на территории всего Кремля. Тихо, спокойно. Можно погулять, все посмотреть. Сейчас, я думаю, что мы с вами зайдем в мини-музей, миниатюра с выставкой фоторабот. Начнем с этого места. Дальше уже будем осматривать окрестности. Люблю снимать влоги из поездок, потому что, например, не все мои близкие могут со мной путешествовать. Мама, например, всегда через мои видео все смотрит и узнает. Графическая реконструкция Успенского собора второй половины 17 века. Вот остатки. Камни, бревна. И здесь уже идет как раз описание находок. Предметы личного благочестия и надгробные плиты. А это, например, игрушки 16-19 века. Вот было детство у детей. Ну, свистулки всякие. А это сапожные подковы. Сейчас не знаю, как вам показать. Немножко, конечно, бликуют на солнце монетки. Монетки 19 века, эпохи Николая I. А это уже, ну и, конечно же, тульские ружья. Мама тут пошутила. Ты, говорит, не только пряник мне привези, а еще ружье, говорит, мне привези. Я говорю, ну, конечно. Обалдеть, как им удалось это сохранить. Первое упоминание о нашем городе относится к 1146 году. Оно содержится в Никоновской летописи. Эта дата широко известна среди местных жителей, что нашло отражение в пословице «Тулумал городок до Москвы старше на годок». Скорее всего, поселение на месте Тулы было основано рязанскими грузьями, которые в конце 11-го, начале 12-го веков владели этими землями. Расположен Успенский забор, памятник русского зодчества второй половины 18-го века. Это был уже четвертый храм, построенный внутри крепости. Она была воздвигнута в Кремлевском саду зимой 2016 года. Скульптура представляет собой разворот книги, где практически на каждую букву алфавита есть то, чем знаменит на набережную. Не так давно это пространство было недоступно для туликов и жителей города. Дело в том, что раньше данная территория принадлежала Тульскому оружейному заводу, корпуса которого расположены с правой стороны на всем протяжении набережной. 90-е годы 20-го века здесь образовался пустырь. В 2017 году губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюмином было принято решение о начале проекта Тульская набережная от культурно-пустовочных центров ЛНТ. В 19 веке дом принадлежал правцу Ефиму Харитоновичу Кучину торговцу пушниной. Здесь у нас палатки с сувенирами, лукошки, самовары. Это самая баба на чайнике, я думаю, вы ее узнали. Вот как куплю себе домой, не буду каждый день самовар заваривать. Вот веселье, фигурочки разные, украшения. Мне сказали, что в Туле самые вкусные пряники, в том плане, что они... Ой, какой маленький! В том плане, что они очень мягкие, у них собственное производство. Поэтому предлагаю прямо сейчас пойти и поискать те самые тульские пряники. Самовары мы уже видели. Кстати, мастер-классы здесь проводятся по приготовлению пряников. Я думаю, что сейчас мы как раз посмотрим, что тут есть. Пахнет вкусно. Вообще, так классно уезжать в какие-то другие города, знакомиться, смотреть. Это прям восторг. Здесь различные кондитерские изделия, пастила белевская. Наверное, кстати, ни разу не видела такого большого размера. Прикольно, что она без сахара. А вот эти можно смело на подарочки везти. У них такая очень красивая крафтовая упаковка. Да. Так, а вот здесь как раз те самые прянички. Очень приятно. Здесь я согласна. Есть с глазурью, есть оригинальные. Вот даже есть пряник кот. У них собственное производство, поэтому все пряники не дубовые, как мы привыкли с вами видеть. Знаете, такие, которые не отломишь. Они мягкие. Поэтому мама сказала, взять на визе, бери. На улице Краснодонцев 63 нашла магазин Тульский пряник. Кондитерка работает с 8 до 8 вечера. Пряничный город. Вот, сейчас буду утопать в пряниках, выбирать что-нибудь для вас вкусненькое. Сейчас спросим, что свеженькое есть. Сейчас все попробую. Я тут на набережной нашла копейню Мистер Кап. Но вы ее сразу узнаете, что это большое черное здание. Здесь просто какой-то невероятный лимонад. Я такого не пила. Здесь лимонграс, лимон и какие-то специи. В такую жару это прям вообще спасение. Поэтому, если будете летом здесь, у них есть сезонное менюшка, обязательно берите этот лимонад. У меня прямо сейчас четкое ощущение, что я нахожусь где-то на отдыхе. Гуляю на набережной. Выпила лимонадик. Такая вся счастливая. Конечно, я параллельно успеваю работать, нахожусь с клиентами на связи. Это издержки моей профессии. Мы всегда 24 на 7 вовлечены в различные рабочие процессы. Но, несмотря на это, все дует прекрасный ветерок. И это самое большое наслаждение. Обязательно, обязательно нужно выбираться и вырываться из рабочих будней в такие выходные поездки. Они заряжают, они обновляют. Очень-очень мне нравится территория Тульского Кремля. У них отличная набережная. Есть где прогуляться, есть где покататься. Много разных возможностей и для взрослых людей. И для подрастающего поколения. В общем, как мне кажется, есть смысл садиться в машину, заправлять полный бак и просто катить вперед, куда глаза глядят, исследовать карту мира. Есть классная детская площадка с качелями, с какими-то лазилками. Есть приятное резиновое покрытие. Дети могут спокойно бегать. Родители не будут бояться за то, что они упадут. Там еще очень красивая площадка в Далее, если вы ее видите. Классное место. Как мне сейчас будет красиво. А сейчас мы с вами будем знакомиться с Успенским собором. Находится он прямо напротив стен Кремля. Мы когда с вами проезжали его на экскурсии, видели. Но я хочу зайти внутрь. Это прям мой стиль. Я люблю все такое мрачное. Красный кирпич нравится. Да, с лицевой стороны он просто фееричен. Ну, кстати, внутри я думала, что он будет прям с большим куполом. По крайней мере, я очень сильно надеялась. Вон прямо, видите, низкий потолок. Он невысокий. И, наверное, выглядит чуть проще, чем вот церковь Дубровица, которую мы сегодня с вами тоже проезжали и видели. Я поняла, вон там в окошках видно, что есть еще зал. И вот там уже витражные окна, колокол висит, крест стоит. А, видимо, на первом этаже как раз находится вот это небольшое камерное пространство для молитвы. А, к сожалению, на второй этаж проход сейчас закрыт. Не посмотрим мы его с вами. Так, а здесь у нас памятник тульскому прянику из 200 с 1685 года. И это дворец бракосочетания. Ну, конечно! Я должна была его найти. В этом доме родился писатель Успенский. 1843-1902 год. Да, я тут уже гуляю рядом со всех Святским собором и кладбищем и изучаю местные колоритные домики. Смотрите, какая шишечка на резной ставне. На улице повышенная влажность. Очень душно. Я тут хожу по какому-то райончику, где закончились дороги. А, нет! Вот шла 15 минут, дороги не было, а вот тебе, пожалуйста, всё появилось. Задача сейчас посмотреть Всехсвятский собор и кладбище. И я очень надеюсь, что немножко покапает дождь. Небо, кстати, да, такое, грозовое. Но летом, когда ты не на работе, когда тебе не надо в вечернем платье проводить мероприятие, дождь вообще, самое то. Так что давай, жаль. Я топала-топала и, наконец, дотопала. Он находится на горе. Это Тульский некрополь. Да-да, сейчас будем гулять с вами по кладбищу. Говорят, что здесь просто топ. Есть что посмотреть. И самое главное, тишина. Рай интроверта. Всё, как я люблю. Кстати, самое крутое кладбище, которое я когда-либо посещала, было в Лондоне. Вот тогда я увидела могилу Карла Маркса. Вот я в тот момент поняла, что кладбище это не страшно, это интересно, это познавательно. И с тех пор я постоянно в них хожу. Вот что здесь внутри. Тоже очень красивые высокие потолки. Люблю заходить внутрь церкви и смотреть на то, как сильно отличается отделка каждой из них. Я, конечно, восхищаюсь тем, как всё это создавалось и кем-то. и я представляю, какие труды, какая работа проделана для того, чтобы это было. Мы не говорили, что в Туле вкусно, но не говорили, что настолько. И цены здесь приятнее, чем в Москве. Сейчас буду есть мой зелёный салат, обедать, смотреть в окошко. Это ресторан Гнездо в центре города. Я приехала в пространство Октава. Здесь есть магазинчики, здесь кафешка Октава Байзерновая, здесь у ребят какая-то молодёжная тусня, поют, танцуют, веселятся. Мы с вами сейчас посмотрим библиотеку. Книги на Октаве, студия звукозаписи, музей, станка и веранду. Пойдём вместе. Это похоже на ТЭЦ в Москве. Очень прикольно. Ой, библиотека такая вообще красивая как, Сейчас заглянем. Но сперва сходим на выставку. Молодёжное пространство Октава. Здесь есть прикольная крыша, чай-кофе, вечеринки. Всё здесь. Вообще очень такое яркое, прям сочное место. Нравится. У них такая тут здесь стрит-атмосфера, вечеринки, веселье. Вот этот гном это вообще чудо какое-то. Хотя это может быть не гном, а Дед Мороз. Не знаю, я разобралась. но очень прикольное место. Здесь наверняка какие-нибудь грин-вечеринки проходят, собирает вся молодёжь по выходным. Но сегодня здесь что-то прям опять никого нет. Я одна. ещё пара людей. Говорят, что во выходные здесь очень много людей, нужно заранее бронировать места за столом. Ну, как вы понимаете, сегодня в будний день, конечно же, народу мало, что, собственно, хорошо. очень ярко-стильная стена. Я считаю, что вы должны её заценить. Такой арт-квартал. Лежаки, гамаки, всё как надо. Я просто угулялась. Заселяю сейчас номер 404 на четвёртом этаже. У меня включены завтраки. Отель называется Лофт. Находится он, конечно, вообще от центра где-то в получасе езды, но, что хорошо, он вообще выглядит современно, потому что всё остальное, что я здесь находила, ну, это, конечно, без слёз не взглянешь. Номер выглядит хорошо. Здесь двуспальная кровать формата king size. Выход 404 номера окнами в парк. Здесь у меня каштаны цветут. Есть телевизор, чайный набор, жалко, не кофейный. Здесь у нас есть тапочки. Ну, халат это вряд ли, конечно. Ну, в общем-то, да, что и требовалось доказать, но тоже неплохо. У меня душевая кабина, есть набор полотенчика, мыло, зубная щётка. прикольно. Вот это, вот это они молодцы. Наконец-то я в номере, наконец-то я буду отдыхать, а потом, наверное, пойду где-нибудь поужинаю и схожу в парк. На отдыхе я себе ни в чём не отказываю. Вот пришла в ресторан То-то, находится он рядом с Кремлём. Потрясающий выбор салатов, закусок, завтрак. Это мой смородиновый смузи с печеньем, как-то так он назывался. Выглядит очень аппетитно, сейчас буду пробовать. Сегодня вот в такой замечательной компании и в этом месте То-то я привела свой ужин. Мне было очень хорошо. Это такой приятный внутренний дворик. Возможно, завтра заскочу ещё в Пуф, а может быть в Мистер Ка. На самом деле здесь очень много мест, где можно поужинать, позавтракать, победать. Второй день моего пребывания в городе Тула и её окрестностях. Я выехала в Кандуки. Погода сегодня прекрасная, 25 градусов. Я, конечно, не планирую плавать, я планирую просто гулять и лазить по горам. По времени мне туда ехать полтора часа, прибытие 12-15. по-моему, около 85 километров от Тулы. Я решила, что в Кандуки я поеду уже после жаркого дневного солнца, а сейчас прочертила маршрут до Куликово поле. Ну, сюда я тоже, наверное, просто так бы не доехала. Мы с вами подъезжаем к музейному комплексу Куликово поле. сейчас будем осматривать его достопримечательности. Говорят, что нельзя побывать в Туле и не приехать сюда. Ну, если говорят, если люди говорят, то я, естественно, не могу перечить. Слушаюсь и повинуюсь. И, наверное, здесь тоже пообедаем сразу. Ну, признаться честно, на пару часиков там точно можно потеряться. Очень много маленьких каких-то предметов, которые хочется разглядывать глазами. Есть много вещей, которые можно трогать руками. В целом, прям 100% маст-визит, если вы находитесь где-то рядом с Тулой или по Рязанью. Обязательно выделите на это время, чтобы доехать, посмотреть, чтобы, как говорится, своими глазами. Мои видеоролики, это, конечно, все прекрасно. Спасибо вам за то, что смотрите, ставите лайки. Но, безусловно, это не сравнится с тем, что вы можете увидеть самостоятельно. Есть еще такая зарисовка того, как проходил бой на Куликовом поле. Я, конечно, спортсмен, но это такой серьезный подъем в гору. Все идут, я иду. Еще где-то метров 150 до вершины и до таблички кундуки. Я ее уже вон там вижу. Продолжаем идти. Все, я наверху. Здесь вокруг озер стоят палатки. Люди купаются, вода действительно голубая. Очень красивое небо, горы. Обалденно. Я, наверное, никогда не буду понимать пьяную романтику. Конечно, вот она немножко сейчас убивает общее впечатление от красоты природы, от вот этого места. Но, окей, кто-то любит так отдыхать, я люблю иначе. Собралась на гору, нашла ту самую надпись Кундуки, сейчас буду осматривать озера вокруг. Пойдем вместе со мной. Так прикольно, вот ты находишься на высоте, рядом с облаками, и есть ощущение, что можно протянуть руку наверх и докоснуться до этой сахарной ваты. Счастливая, довольная. Мои любимые краски. Вот такой зелено-бирозово-голубой, зеленый, коричневый. Цвета природы самые красивые. Ну что, Кундуки посмотрела. По горам погуляла, точку на карте отметила, понравилось, да. Вот я еще сомневалась, тут ехать или нет, но посетить это место вам я тоже рекомендую сюда доехать. Если будете рядом с Рязани, если будете проезжать Тулу, еще в каком-то направлении, если будете двигаться в сторону юга, то заехайте сюда. Но тогда, когда хорошая погода, потому что, когда здесь дожди, конечно, по горам вы не полазите, купаться вы не покупаете, потому что вы просто туда не доберетесь. Интернет не работает, в области вообще ешка, с телефона связи нет, хорошо работает в навигаторе, в машине навигатор, точнее. Опачки, корова. Привет, родная! Красотка! Hello! Вот так вот Тула вечером преображается. Это искра, развлекательное пространство с большим количеством заведений, мест, где люди отдыхают, чилят, расслабляют. Я считаю, что я очень удачно съездила в Тулу, всё посмотрела, всё увидела. Мне понравилось, это было активно, это было вкусно, это останется в моей памяти. Здесь все домики похожи на пряники. Я не знаю, у меня прям чётко идёт, знаете, такая картинка. Это одна из центральных улиц рядом с Кремлём, так называемый Арбат. Днём он выглядит не так красиво, вечером я бы сказала, что он посимпатичнее. Я финиширую свою поездку по Туле. Мне так понравилось, было так хорошо, было так интересно, приятно. Гуляю по центральной улице, очень яркая, подсвеченная, красивая. после вкуснейшего ужина. Должна немножко жечь калории, надышаться свежим воздухом, и потом поеду просто отдыхать, спать. Вот машинка у меня стоит тоже где-то там в центре. Сейчас её заберу, и она повезёт меня в мой отель. В общем, что я вам могу сказать, обязательно путешествуйте. Это новые эмоции, это новые ощущения, это то, что, вот по крайней мере, мне точно даёт определённый заряд на все последующие годы. И каждую такую поездку я потом ещё очень-очень долго вспоминаю, проживаю, радуюсь ей, наслаждаюсь ей. В общем, я фанат таких поездок. Теперь у меня по Туле есть свой мини-путеводитель, снят влог. Мне было очень приятно вам всё показать. Если у вас есть ещё какие-то места, которые люди могут посетить посмотреть, обязательно пишите в комментариях. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на мой канал, потому что здесь выходят суперполезные обзоры и влоги о местах для отдыха и путешествий. Я выезжаю из Тулы в Москву, точнее, в Зеленоград. Я вообще-то тоже в Москве, но мне дальше. 226 километров пути, 350, прибытие 248. Не думаю, что я буду делать какие-то остановки, потому что бак я заправила полный на какой-то их местной заправке. 109 тысяч, 30 градусов. Вообще на улице уходить не хочется, очень жарко, очень. Заканчиваю я поездку в Тулу на отметке 109 тысяч 228 километров.